От Матфея Поэтому войти в Царство Божие. На самом деле она из беседы с богатым юношей, которому Спаситель предложил оставить все, последовать за ним. И юноша не захотел, в итоге испугался. И вот Спаситель произносит такие слова. «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Очень простые слова. И возникает вопрос, который и задают, почему же Христос так говорит о богатых. Ведь богатому, наверное, даже легче попасть в Царство Небесное. Ведь богатый может оказать материальную помощь, построить храм, пожертвовать что-то. Он поддерживать может других. И таким образом богатому должно быть легче попасть в Царство Небесное. На самом деле, братья и сестры, ведь Богу нужны не наши деньги, а нужны наши сердца. И если ты принес деньги, а сердце так и оставил внутри самого себя, ты его замкнул там за запорами своих грехов, страстей, и вот думаешь, что ты откупишься только деньгами, то нет. Это самообман. И поэтому, конечно, Господь прославляет две лепты вдовы. Лепта – это вообще была незначительная монетка, но вдова приносит это от сердца. И поэтому Спаситель замечает такое пожертвование. Дело даже не в лепте, а в том, что эта бедная вдова, она самым сердцем приходит ко Господу, и вот в таких сердцах Господь и обитает. А фарисеи и какие-то законники, руководители израильского народа, которые могли класть много, однако они в итоге были без Бога. Вот я вспоминаю из истории, что даже Ирод Великий, вот тот самый Ирод Великий, который убил вифлеемских младенцев, который был настолько подозрителен, что уничтожал всех и вся, и даже свою собственную жену из-за подозрительности умертвил, и никого, ни детей никого не щадил. Вот было такое время, когда настал в израильской земле голод, и тогда он свои дворцовые сокровища продал на эти деньги, купил хлеб, накормил голодных и тем самым завоевал доверие народа. То есть, на самом деле, милосердие, оно внешнее милосердие, оно может тоже быть своего рода таким вот подкупом, завоевыванием авторитета, а Господь смотрит на сердце. Вот, наверное, помните, те, кто читали Ветхий Завет, историю с первым царем израильским Саулом, и вот как он перестал слушаться пророка Самуила. Самуил – это последний судья израильский и пророк Божий. И вот однажды, вопреки повелению Божию, царь Саул, он, когда победил Амалекитян, то берет у них валов, там различный скот, коров, овец, а было запрещено брать что-либо. И когда его попрекает пророк Самуил, то Саул говорит, ну как же, я ведь хотел именно от этих овец, валов, там, козлов приносить жертву Богу. И на это ему пророк Самуил говорит, неужели ты думаешь, что для Бога жертвы, вот эти приносимые, важнее послушания? Нет, говорит, для Бога послушание выше всех жертв, потому что непослушание есть то же, что и волшебство, и непокорность то же самое, что и было поклонство. Вот на самом деле Господь ищет от нас не чтобы мы пришли с какими-то деньгами, можно вообще кошелек оставлять дома, приходить с пустыми карманами в храм. Самое главное, приди с искренним, открытым сердцем и принеси Господу свое сердечное, чистое послушание, исполняя заповедь Божия о любви к ближним, о сострадании, о том, чтобы не шипеть, не рычать ни на кого вокруг, а с теплым, искренним сердцем встречать каждого ближнего. И от сердца молись Господу, и когда вот храм будет наполняться такими людьми, то вот это и есть подлинное спасение, это торжество Церкви Божией на земле, а не то, когда мы с холодными сердцами приносим какие-то деньги, пытаемся на это что-то построить. Потом Господь-то видит нас, Он все это разрушит, и революции какие-то, они все это разрушают, чтобы показать, что Богу нужны чистые сердца, искренняя душа, подлинное послушание, то есть исполнение заповедей Божьих, а не то, что какие-то там средства, деньги. И по большому счету, вот почему Господь так говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное? Ну, действительно трудно, потому что чем больше богатства, тем больше искушений, соблазнов. И зачастую мы видим, что вот такие люди, у которых много средств, они оказываются как бы в ловушке, они пойманы своим богатством, своим состоянием и не могут из этого вырваться. То есть, вот такой человек, он приобретает очень дорогой автомобиль, ему кажется, что это некий статус в этом мире. Ну да, вроде бы статус, но в итоге он и непомерные средства тратит на содержание этого автомобиля. Техобслуживание, оно очень дорого. Если он приобрел какую-то дорогую недвижимость, то тоже различные налоги, коммунальные платежи, они в разы выше, чем у простых рядовых людей. И зачастую мы видим, что если взять какого-то вот такого предпринимателя, то он не может даже копейкой поделиться. Почему? Потому что у него все деньги куда-то вложены, везде он ожидает каких-то процентов. Свободные средства тоже немалые. Он тратит на самому себя так, что в месяц у него может уходить по миллиону денег. И ему действительно кажется, что у него нет средств, потому что он привык жить в таком ритме роскошной жизни. И это вот ловушка. Такой человек очень не свободен. Вот как святой Иоанн Златоуст говорил, что счастлив не тот, кто богат, а тот, кто при любых средствах доволен тем, что есть. Вот не тот, кто богат, потому что богатый человек зачастую недоволен. Он то борется с какими-то конкурентами, он то думает, как лучше еще обустроить свой бизнес дальше, как получше припрятать свои капиталы. И все время его терзают различные сомнения, переживания, подозрения. Так что он человек несчастный. А вот тот, кто доволен имеющимися средствами, вот он и счастлив. То есть счастлив не богатый человек, а счастлив тот, кто доволен тем, что ему Господь подал. Вот что есть, и слава Богу. А то получится, как вот в сказке о рыбаке и золотой рыбке, где старуха говорит, она начинает вроде бы с малого, да, говорит, не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. И потом этого ей мало, потом еще больше. И все с большим гневом она смотрит на своего бедного мужа, что вот и то не так, и это не так. И потом уже хочет не просто цариться, а хочет владычествовать самой рыбкой, чтобы она была у нее на посылках, на побегушках. Это приводит к полному крушению, и это путь каждого человека, который надеется на богатство. Вот в Евангелии уточняется, что трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Вообще мы легко искушаемся тем, чего слишком много. Вот если слишком много здоровья, человек искушается тоже этим. Он и начинает думать, что жизнь это какое-то, вот как поле, которое настолько широкое, что его не перейти никогда, необъятное такое поле жизни. И такой человек начинает гробить свое спасение, здоровье тратить на какие-то греховные страсти. А вот тот, кому уже болезни посылаются, он понимает, да, что не все вот так легко, и что жить-то надо вот не ради этой земной жизни. То есть человек может искушаться даже изобилием здоровья. Человек искушается, когда слишком много у него власти, когда слишком много известности, влияния на других людей. То есть все, чего слишком много, приносит серьезное искушение человеку. Вот так же и средство, богатство, когда его слишком много, оно тоже приносит вот это вот искушение. И такому человеку очень легко соскользнуть в какую-то страсть. Иногда наблюдаешь вот таких людей, вроде бы занялись они там бизнесом, думали обеспечивать семьи. А потом, когда появились у них средства, вот они пересели на дорогие автомобили, потом еще на более дорогие, бесконечно обустраивают. Вот и ты видишь, что вместо того, чтобы обустраивать свои семьи, они порушили семьи, развелись, переразвелись, потом по два-три раза так происходит. Потом он начинает кто пить, кто чего, кто наркотики попробовать. В общем, страсти легко провоцируются излишними средствами. А тот, кто вот в поте лица трудится, у него иногда даже мысли не возникают о каком-то греховном соблазне. Почему? Потому что он с утра до ночи занят, он трудится. И вот в таком тяжком, изнурительном труде как раз смиряется дух его. Он может легче, конечно же, он ближе к спасению, чем вот те гордые, которые богатятся, и материально богатятся, и богатятся духом своим, а спасаются только нищие духом. Поэтому напрасно думать, будто бы мы можем деньгами что-то купить. То есть, если ты пожертвовал что-то, то это не значит, что тебя обязаны по четыре раза венчать. То одна тебе понравилась, то другая. И вроде бы ты купил себе особое расположение Божие тем, что ты принес свои миллионы. То есть, Господь ищет чистого сердца. И поэтому, конечно же, подлинные чадо церкви, они именно такие, как преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский. Хотя преподобный Серафим, он, допустим, был из купцов, да, из семьи купцов, но он оставил все и последовал за Христом. Преподобный Сергий из семьи бояр, но в своем служении он тоже настолько был прост, что даже крестьянин, который пришел посмотреть на него, будучи наслышан о славе преподобного Сергия, о, конечно, духовной славе, он увидел простого труженика, который вскапывает огород, совершенно невзрачный, который не произносит никаких велеречивых проповедей. И этот крестьянин настолько поначалу разочаровался, он-то думал увидеть такого статного, славного человека, а тут простой какой-то труженик, и потом только он проникся вот этой глубиной тоже смирения преподобного Сергия. И так мы видим, что все-таки действительно богатому трудно войти в Царство Небесное, но трудно не значит, невозможно, и вот когда апостола Христова, услышав эти слова, они сами испугались, хотя у них не было таких средств, но Спаситель говорит им, человекам это невозможно, Бог же все возможно. То есть может спастись и богатый человек, и тот человек, у которого много средств и много имения, если он правильно отнесется к своим средствам, к своему состоянию, а как отнестись? Как именно то же способу и возможности действительно заработать Царство Небесное, а заработать как? В духовном смысле. И вот прекрасный пример – это Иннокентий Сибиряков, это крупнейший предприниматель Российской империи второй половины XIX века. он сам родом в Сибири, он из семьи золотопромышленников, и когда он остался сиротой в раннем возрасте, мама лишился в 7 лет, отца в 14 лет, по-моему, так. И вот получается так, что трудно сказать, почему у него произошло это в душе, но он всю жизнь свои богатства рассматривал как способ служения миру. И он даже говорил, что ведь я же не приложил сам никаких усилий к тому, чтобы получить эти средства, поэтому они не мне принадлежат, они должны принадлежать нуждающимся людям. И он не только строил храмы, не только строил церковные какие-то дома, но он строил и библиотеки, и училища. Он первый построил высшее учебное заведение для женщин. Он содержал очень многих нищенствующих студентов, около 70 стипендиатов у него было, причем сам он еще молодой, что-то ему чуть более 20 лет, а уже он содержит других бедных студентов. Когда он учился в училище, еще вот ему сколько, 15 лет было, а училище разорилось и должны были распродать, тогда он покрывает все эти нужды училища. Он настолько отличался милосердием, что буквально действительно подавал, кто просил, всем подавал, что его обличали в безумии. И даже составляли такие комиссии, которые проводили освидетельствование. И обо всем этом писали публично. Он подвергался таким образом позору неимоверному, что вот за свое милосердие, за то, что он везде строит, он помогает бедным, нищим, библиотеки, музеи открывает. Он финансировал науку, многие научные экспедиции, научные издания финансировал, содержал ученых. И посчитали, ну это какой-то больной человек, потому что это казалось действительно как-то странным, оно слишком выбивается. Все остальные копят себе, покупают жемчуг, украшают, себе дорогие дома строят, дорогие какие-то картины, скульптуры себе покупают. А он, нет, он ничего такого не покупает. Точнее, перед тем, как уйти в монастырь, он ушел в конце концов в монастырь, он, конечно, купил себе одну скульптуру, он специально купил скульптуру Мефистофеля, вот образ торжествующего дьявола, и, так сказать, разрушил ее, изломал, потому что в то время все как раз восхваляли это создание искусства. А он видит, что здесь дьявол прославляется, и вот поэтому он купил за большие деньги, но и тут же разломал. За этого тоже осуждали, и вот дважды его пытались лишить возможности владеть своими средствами, потому что говорили, что он, ну, видимо, какой-то психически нездоровый человек, и проводили действительно комиссии такие медицинские, которые подтвердили полное его психическое здоровье, что когда он жертвовал средства, он всецело отвечал за свои действия, и настолько ему было действительно тяжко в этом мире, что он раздает последние средства, завещает на науку, на восстановление монастырей бедных в храме. Последние средства он тратит на создание Андреевского собора на Афоне в Андреевском скиту, и сам становится монахом. Что-то около 35 лет ему было. Вот мы скажем, что, ну, вот что ж такой вот молодой, мог дольше. А ведь он не тратил время. Почему? Потому что это самообман. Если мы думаем, что покаяние, исправление отложим на поздние годы, то Господь нам не даст этого. А вот Иннокентий Сибиряков, он как будто чувствовал, что Господь отвел ему небольшой срок жизни, он становится монахом, дни оканчивает уже на святой горе Афон, и умирает в возрасте 41 года. Болел он чахоткой с юных лет, поэтому вот такая болезнь, она завладела им. Однако его душа уже действительно всецело была с Господом. То есть это вот пример того, как можно деньги использовать во спасение души. И через это многих других тоже вдохновить к жизни. Потому что те, кто готовы были там в отчаянии с собой покончить, они возвращались к жизни через вот такое милосердие Иннокентия Сибирякова. Так что, хотя богатому трудно войти в Царство Небесное, но все-таки трудно не значит и невозможно. А уж те, кто встанут на путь Иннокентия Сибирякова, они еще и здесь даже, поверьте, получат славу, известность. И даже такой парадокс, когда он только-только вступил в свои права преемника и наследника, то у него было всего-то 900 тысяч рублей. А в конце уже, когда он готов был в монашество идти, то у него было 10 миллионов рублей. То есть хотя он тратил постоянно, и нельзя его назвать каким-то таким вот предпринимателем, что вот он именно полностью погружен был в предпринимательское дело, он больше любил просвещение, науку, молитву, богослужение. Вот несмотря на это Господь его благословил и в 10 раз с излишком приумножил его состояние. То есть когда он жертвовал, то Господь подавал еще больше. Это пример для всех нас. Так что кто имеет средства, тот пусть тратит на пользу ближним, на пользу своей душе. Кто не имеет средств, то не отчаивайся, Господь подает тебе невероятную свободу. Свободный от богатства, свободен во всем. Ты не знаешь тех страхов, тех переживаний, которыми мучаются богатые люди. Так что за все слава Богу. И будем стараться исполнять Священное Писание, которое говорит нам не привязываться сердцу к богатству, а подлинное богатство и подлинное сокровище созидать в Царстве Небесном. Аминь и храни всех Господь.